Жизнь близняшек в Селестии Франциске Зальцбург, родившаяся в 1173 году в Вольфсберге, была достаточно обычной для семьи графа. Я пришел век на обзывание на дому, но все началось, когда отец купил в Лондоне дом, и все семьи они туда переехали. Скоро после переезда в семье начались проблемы с индивидуальной, и отец решил выдать одну из дочерей замуж. В качестве избранника был выбран Эрик Мюкейн, сын Герцико. Он, будучи очень правым муношей, согласился только при условии, если невесту он выберет сам. Первая встреча сестер и Эрика произошла на балу. Для Селестии это была любовь с первого взгляда, но, к сожалению, Эрик предпочел общество ее сестры Франциске. Это исподвинуло Селестию заняться магией, в первую очередь любовной. К сожалению, благодаря стильности Кварихи, Селестии не удалось подлить любовное зелье в грушку Эрика. Постранство стечения обстоятельств. В 1888 году, в феврале, пропала Франциска с мужем. Естественно, в этом объединили Селестию, так как у нее был мотив. Выдержавшись давление, она взяла с собой своих кошек Фили и Айси, приехала жить в Российскую империю. Там она поселилась в большой квартирке в Твиле. Собственно, там она и продолжила заниматься магией. Терна сторона художник началась в 1880 году, когда здесь укрывалась картина Селестия Зальфер, ее на исчезновение сестра Франциски и мужа сестра Эрика. Всяплый код, принятие на работу в качестве губернантки по семью Рыр и Его, у Селестии пропала шкатулка, которая позже нашлась в комнате хозяйки. В давних странах конфликтов Селестия ночью выкрыла шкатулку и избежала из хозяйского дома. Избежав, она прихватила с собой свои двух кошек, Айси и Ливи, и вещи, которых не так уж много было, и поселилась в этом доме. Живими, а давным минуту ее жизни мало что известно, Единственное, что известно, что она занималась магией и понятное свидетельство, что помогала у нее служителям. В 1893 году в ее же доме нашел, в 1893 году ее нашел заглушенный в ее же доме, ее бюджероспитанный Ганс Рырнге. Полиция не смогла доказать его причастность в ее смерти и отпустила. Законный факт. Есть свидетельство, что Ганса всю жизнь последовала Ливия. И ее сложить и поговорят, что ее можно встретить здесь в лесу. Но пока мы шли, мы никаких кошек не видели. Ведь встреча с Лилей, говорят, не приносит ничего хорошего. Содержимые флешки. Итак, сейчас мы добрались до той самой папки, что тут произносимое название. Укрываем. Так, фотки. Ну, сейчас так. Туэтка. Да, видимо, это у человека хорошего с чувством юмора. КТ. Еще КТ. Опять КТ. Так. А вот это уже интересно. Так, сейчас прорисую на всякий случай. Ну и, судя по всему, остальные надписи, это то же самое. Так, кровавые отпечатки. Так, а вот это меня уже напрягает. Судочка. Я не знаю, что это означает. Еще одна звезда, причем необычная, с какими-то еще вставками. Вот какой-то круг. Я не заберу, что это за вставки такие. Так, а вот это уже гораздо интереснее. Надпись на зеркале, сделанная чем-то красным. Еще одна надпись. Где же ты? Почему ты прячешься? Потому что я тебя, блин, боюсь! Вот и прячусь! Что? Просто прими свою судьбу. Судя по всему, конец не видно. За тобой. Может, никого там не входит? Вот, видите? Тут коридор. Кошка спит. Так что... Ай, никого. Что? Что? Еще? Вот у меня после вот этих трех фоток, что-то как-то стрёмно стало. Колокольчики. Не знаю, может, просто рандомная фотка. Колечко. Ну, кстати, милое. Так, а это опять интереснее. Какое-то, не знаю, заклинание, что ли. Шум боженный, вот. Жалкий дух. Не знаю. Пасть. Если падать. Жечь. Или сгореть. Ад. Ну, думаю... Можно излечь из этого общий смысл. Тем более, что тут завяжено что-то типа костра. Здесь что? Я вообще не могу разобрать, что написано. Пронженная пентаграмма. Опять. Опарва, Вильд, А и Новоанглия, Джубит, Ло, или Джубита. Так, а вот здесь я сразу вижу уроглифы. Нам знакомы крест иероглифы ведьма. Так, уроглифы, но... Вот это, если не ошибаюсь, означает рядом. То есть ведьма рядом, получается. Значит, такой смысл сейчас ведьма рядом. Типа, я человек, то есть типа, ну не убивайте меня. И не хочу умирать. Просто какая-то рандомщина. Даже не знаю, что это такое. Три. Вот, может, единица. Зет. Так, а вот это уже интересней. Тут Яна что-то осмысленная именно. Я не знаю, что это заклинание или какая-то, не знаю, просто фраза, стихотворение. Понимаю, если я имею. В общем... Так, вот это, насколько я знаю, это не просто какие-то каракули, а это именно ведьминский алфавит. Конечно, вот тоже чуть попозже, кажется, переведу краски вот эти ведьминские. Так, вот это я вам какой-то псих описал. Так, вот это я не знаю, что за буква, но похоже на П. Пи-т-те. То есть, представить, то-ни-сам. Даже не знаю. В общем, все переводы я потом посмотрю и сделаю отдельно, как лицо. Так, опять. Нет. Инекс, эрит, ха-бэ. Понятия не имею, что это. В общем, что смогу, я переведу. Еще учитывая, что тут вот полуристаться жено, а то нельзя, как говорится, установить, что конкретно там. Я думаю, то же самое, просто текст рук крупнее. Так, в общем, все записки вот мне. И все, получается, по фото. Но это еще не все. Тут еще несколько видео, сейчас глянем. Еще тут аудиозаписи, но это сейчас после видео. По сути, это то же самое, что и в фото те. Просто котейка, кусотняшка. Опять котейка. Ой, кстати, звук еще даже. Что-то похоже на чердак. Тут фигурка. Так, а тут уже интересно. 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 да чердак ну просто у меня на даче как бы похоже спуск определила труба какой-то пакет так окей это снова я я сегодня проснулась от того что вода в ванной течет вот сам слышите самая криповость то что никого дома не то что я точно видел как рази из видела и слышала как родители уходили на работу все точно что но вода работает как это объяснить то что они никогда не забывают воду включать могу хочу пойти посмотреть серьезно ну не кошка же включила на ля да ты воду включила в ванной вот что нет вот видите до чего страх доводит уж с кошкой разговариваю да судя по тому что зеркала запотевшая уже относительно давно и че все копиться ну ничего не пронормально ничего да лучше выпечить иначе меня опять ломят что эти воду тратишь надеюсь на больше не включится ну сегодня примерно в смысле случайно не включится всякое то время я смогу частично расшифровать что там было написано в общем надпись на на кафеле на разных языках означает ведьма на разных языках ну понятно дело в английском не знаю далее иронов на красном написано первая надпись была это ведьма рядом с природами далее я человек и не хочу умирать правильно как подумала и вот этот вот это я не знаю там еще такой либо десятка либо крестик просто не знаю далее то есть творить не знаю что это на японском было написано надпись и ну вот примерно то что я более-менее смысленно смогла перевести дух поглощенный тьмой отравил ты жизни других грешная твоя душа навеки отправишься в ад ну даже не на что сказать ну и что переходим далее в общем пропа питони сан это ведьма рядом по латыни далее на ведь который он вот такими странными загорочками были нарисованы ну так как сожжен сожжено не до конца ну догадал я пробовал догадаться в общем пропа инферно спросил то отрядом просто после по первым слове строка было сожжено об инферно было голос сожжено но я что так насчет те которые были именно на латыни вот даже не страшно я серьезно это настолько ужасно что произносить не хочу показывать тоже я серьезно говорю нет я даже не уговаривайте мнение там действительно были описаны я не считаю это настолько ужасные вещи и честное я даже не поставлю все его сейчас засыпать буду вообще не представляю вот я серьезно говорю у меня даже комментариев нету и я в то дело что я сейчас одна дома сижу мои все на работе кошка спит и нереально страшно за мной тот придет почему какая-то не китами менты и гопники так далее или что-то паранормальное вот и я нифига не удивлюсь если сейчас я развернусь и за мной будут тут стоять имеется не кошка кошка пендела на спит вот никого пойдем проверим моей комнате как стоп котейка секундочку Как же я сразу не догадалась. Те фотографии, вы помните те фотографии с белой кошкой? Понимаете, это была моя кошка. Это все хуже и хуже становится дела. Кто проник в мою квартиру и старкфировал мою кошку? Если бы мои фотографии были, они бы уже давно в инстаграме были бы. Потому что надо все фотки с кошкой выкладывать в инстаграм свой. Но их там не было, потому что я каждый день проверяю. Вот, Нель, вот ты не знаешь, кто тебя фоткал? Кто тебя фотографировал? Нет, не знаешь? Неля, вот ты сейчас осознаешь, в какой заднице мы все оказались? Осознаешь? Знаешь, что нам настанет? Вот догадываешься, да? Я это слух произносить не буду, но ты, думаю, поняла меня. Капец. Вот видите, я от страха что делаю? Уже с кошкой разговариваю. Нет. Ты будешь сегодня со мной спать в комнате? Хорошо? Я спокойнее буду. Договорились? Нель, договорились с тобой? Будешь спать у меня сегодня? Угу. Ну, мяукни давай. Типа, да. Все, договорились. Думаю, как всегда уехали отдыхать. А я отказалась. По личной причинам. Чтобы от всех отдохнуть хочу. В общем, я уже жалею. Серьезно. Ну а, в общем, пока отключаюсь. Если как-нибудь хрень будет происходить, то я, правда, включусь и расскажу. Может, сниму даже. Ну, спать я, судя по всему, сегодня всякий случай буду. С ножом и солью. Надо все отключать, а то что-то невероятно стремно. И что? Опять? Опять? Вода пошла. Слушайте, ну я уж не знаю, что делать. Ну не знаю, что. Сантехника вызывать? Так уже вызывали вот только недавно. Два дня назад. Подчищали канализацию. Да я вот серьезно говорю. Слушайте, я просто уже зла. Ну что? Идем смотреть. Вот серьезно. Вы тоже видите то, что и я? А знаете что? Хе-хе-хе. Я по... Я свалю. Серь... Я серьезно. Не-не-не. Я валю из этой квартиры. Не-не-не. Нафиг, нафиг. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИЛЬВИЯ! Как вы можете видеть, я знаю, что не очень видно, но я в общем вернулась домой. Да, конечно, крутой, как говорится, взять яйца в кулак и вернуться. Да что ли на улице холодно, зима в щетке? Вон, как видите, сижу, отбаиваюсь. Я серьезно говорю. Вот что это было? Ну, проклятия, вряд ли их не существует. Это всего лишь байки, сказки, которые придумали, чтобы запугать людей. Чтобы они не лезли куда не надо. Ну, что это может быть? Ну, у нас всякую-то появилась. Ну, не кошка же это нарисовала. Ну, у родителей, скажем так, не то чувство юмора, чтобы такое делать. И в чем прикол-то, что вода включилась, когда они уже ушли. Правильно? Правильно. Ну, ладно, ладно. Как говорится, предположим, что это трубы. Еще не могу дозвониться до этого идиота, который меня там потащил. И вот, и... И причем, причем, именно, когда, после того, как он меня там потащил, я вернулась домой, началась эта фигня. Это не может быть с падением. Да, даже несмотря на то, что я не верю в проклятие, мне вряд ли кажется, что это с падением. Блин, кстати, на улице реально холодно. То есть я сейчас сижу от открытого окна. Реально замерзаю. И сам прикол то, что... В Анте-Греции идти стремно. Ну, серьезно, вот, ну, ну, вот что мне делать? Вот что вы предлагаете делать в таком случае? Я не знаю, просто. Серьезно, у меня просто уже, ну, не знаю, ну, нервов не хватает. Ну, не родители же это подстроили. В самом деле. Поверьте, у них не такой чувство юмора. Даже у отца. Хотя оно у него достаточно специфическое. Это сложная такая мистическая, в кавычках. Значит, как мне кажется, на ней что должно было писать и за какое-то время. Поэтому сейчас я хочу еще раз ее поставить и... Ставить в ноут и посмотреть. Это там кошачья еда, что шуршит. А, вот все, не остановилась. Верный пароль. Что за фигня? Ну, окей. Я же все правильно ввожу. И верный пароль опять? Ну, серьезно, я же все правильно ввожу, серьезно. Окей, еще раз. И тут попробуй не зайти. Процессом. Все нормально. Это опера. Вот. Опера, диспетчер, проводник, все нормально. Это все нормально. Если что, антивирусник ее флешку сразу посканировал. А так, кстати, как вы могли заметить, я поменяла обойку. Теперь у меня стоят все эпеку. Из артбука по анадекеру. Компьютер. Так, это второй диск. Так, какой из них? Вот артбук. Второй диск это от телефона. Ну, так у меня повседневек сломался. А ноутбук, так сказать, слишком тяжело. Но, в общем, я восстановила временно свой старый телефон. Вот такой. Да, я знаю, что памяти нету, но я забывалась ее чистить. По шуту. Нет, кстати, Артик очень милый. Мне просто очень нравится. И все-таки я, наверное, воспользуюсь этой ситуацией. Так, скопирую вот это. Нет, а что, я везде искала, вот этих двоих вообще нигде нет. Так что, если что, какая возможность есть, не-е-е. Я воспользуюсь. Потом сразу в ту самую подозрительную папку заходим. Свернем. Меня просто раздражает. Немного это когда лишние окна. Потому что и грузит так долго, это тоже, как говорится, не особо нормально. Потому что достаточно быстро. Вот, как видите, что-то стало с часами. Вот на экране телефончик, конечно, плохо видно. Но фотография размытая. А, так, кстати, помните, те фотки меня еще, по-моему, напугали? Вот, они исказились. Вот отсюда же реально стрёмно. Ну, по сути, то же самое, только, кстати, вот этих 3D-шных полос нету. Ну, да, на телефоне это наступно видно. Вот, просто черно-белое. А вот это уже такая, вот прям вот, кровавый прям такой свет. И он зеленый. Ну, все равно стрёмно. Так что если вы думаете, что я не боюсь, не, это неправда. Я на самом деле боюсь. Потому что, наверное, стрёмно. Ну, хотя бы радует, что скоро мать приходит с работы. Чего куда-то, видите, не знаю. Вот опять, кстати, если вы думаете, что это отсвечивает вот так вот, черная полоса, это нет. Это действительно фотки так. Блей. Это, кстати, плохо видно. Ну, вообще, вот это пятнышко, это наклейка с Пикачу. Так, ну это уже пошло такие. Кстати, фотка скопировалась. То есть, она не просто менялась, она скопировалась. И, кстати, дропнулись вот четыре вот таких видео, которые по курсу называются Untitled. То есть, без названия. Ну что, глянем. Так, выгрузится. Вот, можно посмотреть мою художественную кухню. Ну, просто удобно съездить, чем снимать. У меня в комнате даже, тем больше, у меня бардак. Так, ну, короче, пока я тут. Хочешь, пока надо посмотреть мою художественную кухню. Кровь. С всякими магнитиками. Фонарь. Светильник. Кстати, он очень хлипко держится, поэтому лучше его не трогать. Видите, всякие тут крышечки. Сушеная мята на лимонад. Фильтры. Курпа. Кулки. Не могу уж показать, что тут. Ну, все равно, как, не высушит. Содержим пополок, если кому интересно будет. Кстати, мой любимый чай. Вот, любимый чай. И вот. Зеленый. Соль. Вот эти доисторические коробочки. Мне, кстати, они очень нравятся. Ну, что, он там загрузился. Да, все, загрузился. Как я тут показывала. Видите, как идет, а вот, что-то не виснет. Видит, тут тут пузынок идет, значит, все нормально. То есть, это само видео такое тормознутое. Я же говорила, что что-то все должно измениться. Да, я не думаю, что тут важно, что он сейчас вот эти бумажки показывает. Ну, короче. Это долго, поэтому будет промотка. Ну, я так понимаю, что это все видео тормознутое такое. Ключи следующая. Я слишком нетерпеливая. Ну, кстати, вот. Файлы скопировались. Ой, по крайней мере. Так, я просто пытаюсь понять, я почему молчу, потому что что вообще происходит тут. Помехи. Ну, вроде, кстати, похоже на тот дом из... Ну, типа, как там этот сталкинк. Оказывался. И есть сразу шипение. Да-да, вон, ты же, я помню, ты помню, зеркало. Мне просто сейчас поменьше зубы взял, потому что мне на мозг давит. Вот только что... Вот только сегодня обновил вот этот плеер, который я сейчас присправлю. Так он теперь тупит просто неимоверно. Я вообще... И, кстати, я вообще ничего не буду взглядеть. Пакеты. Пакет вижу. Слушайте, я вообще не пойму, что там вообще происходит. Ну, плита, да, вижу. Что дальше? КТ. Вот вы просто-таки в шуте, вот это КТ. Вот КТ то, что нужно. И опять там разнутое видео. Или этот плеер у меня там разнутый? Ахазе. Ну, все, значит... Настройки все-таки гляну. Оттенок, все нормально. Рассмотр. Не, все нормально. Нормально, я могу случайно там что-то... ...изменить настройках, поэтому... ...тормозит. Ну, нет, это само видео. Причем, я знаю, что через экраны немножко по-другому смотрятся через телефон, но... ...вот видео очень фонит. То есть, очень помехи сильно. Да, на телефоне этого не видно, но на самом видео видно. Какая милота. Сорри, я просто люблю смотреть, как ушки моются. Ну, что я могу с собой это поделать? Это настолько милость, это когда-нибудь на дно... ...вот эти пальчики себе чистить на лапках. На передних. Это прям мими-ми-ми. Так. Так, это следующее видео сейчас. Просто что-то это было, пока я там умилялась. В конце. Отсюда. Так. Черный экран. Причем, на нем ничего нету. Ну, кроме его отражения, да, знаю. А тут следующее видео. А, как, 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 капец шум. Что ж, я сейчас с последней пересмотрю просто без звука. Вот реально на мозг давит. Так, секунду. Так, тоже вот сейчас обрыв видео был. Не успела. Там доля секунды. Опять. Что, в видео? Оно 8 секунд сегодня уйдет. Вроде там ничего не было. Что? Сейчас закрываем. Я что-то слышала. Какая-то двойная, я знаю. И ничего. Да, я знаю, тут не особо видно, но это телек. Новый. Так. Так, главное, проверю, заодно пришла. Wi-Fi работает. Ну, роутер уже старый, вечные обрывы. Да, даже если в 11 часов обрыв, я спокойно могу, говорит, прийти в эту комнату и перезагрузить роутер. Так. Что, моешься? Слушай, вот не ври, я тебя кормила. Не, я просто когда так разговариваю, мне не страшно становится. Ладно, кушай, короче. Ну, как видите, здесь все в порядке, то есть никаких надписей нету. Да, вот манга, кажется, прибралась, немного, знаю. Не, ну и что, я тут дальше уже. А на... Чего ты, блин, Нель? А, воду пьешь. Прям напугала. Да, ну это я тут уже немного беспорядок навела, потому что я терпеть могу, как это идеальный порядок. Именно идеальный. Ну, капе. Весь коридор тоже ничего нету. Здесь все чисто. Так. Ну, это папин шкаф, поэтому я, да, не полезу. Но у меня, как видите, тоже, конечно, да, в РЦАН. Творческий беспорядок. То есть, ну, это ничего интересного, собственно. Да, кстати, мне родители на Новый год подарили собачку. Блин, опять соседи. Вот так вечно. Да, знают, соседи там у меня громыхают опять. Так что, ничего, когда у них, простите, в час ночи шкафы валятся? Это, кажется, веселуха. Ну, я даже могу показать, ну, как говорится, чтобы наверняка коридор. Тоже, как видите, все чисто. Ну, не считаю этого. Ну, это не важно. Одна из этой квартиры точно не может быть 71-й, потому что на пустую тоже несколько лет. Да, знаю, знаю. Миски на полу. Ну, куда мне их ставить? Ну, вон, видите, все занято. Это, конечно, ящики, они сломаны, потом до конца не сдвигаются. Я хочу, возвращаемся. Ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. А, ну, вот еще. Можете глянуть. Стиралку. Кстати, моя кружка там. Грузатенький телек. Кстати, он у меня несколько лет стоял у меня в комнате, но так как я... Ну, точно могу сказать... С какого класса? Ну, я уже давно не смотрю телек, поэтому его переставили сюда маме. Так. На чем мы? Ой. Ну, и что я могу сказать? Я не знаю, как это комментировать. Вот честно. Ну, что это комментировать? Ну, да, каратнутый файл. Ну, и что это означает? Я, конечно, надеюсь, что... Не то, что я проклята. Ну, я, обратите, ей ничего плохого не делала. Как, кто говорит, там, ведьма или кто там. Я серьезно ей ничего плохого не делала. Так что, с другой стороны, с чем мне быть проклятой? Да, кстати, вот по времени, смотрите, ну, да. У меня же мало времени остается. Так. Проверяем. К доходу мамы. У меня отсюда мало времени. Так. Кефир ей достала. Ну, воду сейчас я включу, потому что иначе мешать будет. Кошака кормила. Ну, все в порядке. То есть мне, по идее, не должно ни за что достаться. В общем, да, я знаю, что это, наверное, сумасшедшая идея, но я хочу себя, в общем, ночью заснять. Ну, не знаю, может, что-нибудь произойдет. Ну, в конце концов, даже если со мной что-то и произойдет, то, по примеру, у следаков будут доказательства. Вот это запись. И краски все увидят. Может, там поверят или нет, это их дело. Нет, ну это еще не факт, что произойдет. Ну, в общем, что. Всем спокойной ночи. Надеюсь, я эту ночь переживу. Да, я буду, кстати, спать со светом. Да, знаю. Моя возможность, конечно, может, стыдно, но и с мишкой. Не так страшно. Ну, что? Ложусь уже, наверное, да? Спать хочется. Действительно, вот уж поздно. Сколько сейчас, ну... Сейчас гляну. Два часа ночи, ну, это неудивительно, что спать хочу. Ну, что, наверное, ну... Да, спокойной ночи. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...